На Кубани слушали ответы президента в больницах, на предприятиях и даже в магазинах электроники. Все мониторы были настроены на программу с президентом. Задать вопрос в прямом эфире Владимиру Путину смогли жители Севастополя, потопленных населенных пунктов Дальнего Востока, а также Олимпийского Сочи. Тема присоединения Крыма и связанные с этим последствия для жителей российских регионов неоднократно поднимались в ходе прямой линии с президентом. Волнует этот вопрос и сочинцев, которые также интересовались у Путина. Что будет с олимпийскими аренами? Не превратятся ли объекты, построенные к Олимпиаде, в больших белых слонов? Не менее важно для горожан, переживших масштабную многолетнюю стройку, как пройдет нынешний курортный сезон. У нас построены отели. Это самый доступный город России для инвалидов на сегодняшний день. У нас набран и обучен персонал для приема иностранных гостей. Морская гавань города и аэропорт справился с потоками иностранных и российских туристов. А сегодня доступные билеты из различных регионов России сделаны только для Крыма. Сочинцы, которых просили потерпеть великую олимпийскую стройку, ждали этого первого постолимпийского сезона как манну небесную последние много лет. Не забудут ли про нас, будут ли поддерживать и развивать наш родной город Сочи? Я думаю, что не должно быть беспокойства по поводу того, что будет происходить в связи с присоединением Крыма. Знаете почему? Потому что вы сейчас сами сказали о том, что в Сочи построено большое количество очень современных и очень комфортных гостиниц для приема туристов. Это гостиницы мирового класса и уровня. И в этих гостиницах нельзя опустить цены ниже низшего предела, иначе экономически это будет полностью нецелесообразно. Что это означает? Это означает, что в Крыму и Сочи должны быть разные туристы, разные категории отдыхающих. В Крыму сегодня, имея в виду ту инфраструктуру, которая есть сегодня там, все-таки эта инфраструктура рассчитана на людей с небольшими доходами. Мы будем всячески Сочи поддерживать в той ценовой нише, которая рассчитана на людей хотя бы со средними доходами. Вы знаете, что часть объектов после Олимпиады, они передаются под другие цели. Вот здесь губернатор сидит, он знает, он уже, надеюсь, начал работать над тем, чтобы один из объектов превратить в крупный торговый центр, другой выставочный, огромный выставочный комплекс. Мы собираемся сделать на льду, где проходили соревнования по фигурному катанию, собираемся там сделать постоянно действующих шоу фигуристов, ведущих фигуристов не только нашей страны и мира. Все это будут, знаете, отдельными такими привлекательными составляющими отдыха в Сочи. Ну и Формула-1 тоже, думаю, туда же ложится. Будущий чемпионат мира по футболу. Конечно, требуется определенное время для адаптации этих объектов из чисто олимпийских в то, для чего они предназначены в постолимпийский период. Но то, что Сочи будет жить и развиваться, сомнений нет никаких. Александр Ткачев впервые наблюдал прямую линию с Владимиром Путиным не по телевизору, а прямо в студии. Об этом губернатор написал в своем микроблоге. Он также отметил, что абсолютно согласен и разделяет позиции президента по целому ряду вопросов в отношении Украины и Европы, а также по внутренним проблемам в стране. Что касается включения из Сочи, то, как написал Александр Ткачев, вопросы жителей города понятны. Поводов для волнения в связи с присоединением Крыма, по мнению Ткачева, нет. Губернаторский корпус Российской Федерации – это очень здоровый, очень мощный отряд людей, которые полны ответственности за свои регионы, и очень многие из них добиваются результатов хороших. Вот здесь, смотрю, Рамзан Ахмедович сидит, делает немало для своих. В Краснодарском крае многое сделано, особенно по Сочи. Конечно, на Северном Кавказе, в Ингушетии, безработица, проблемы, так же, как в Дагестане. Но в том же движении вперед есть. Я уже не говорю о таких регионах, как Калуга, но которые, не имея природных ресурсов, добиваются уникальных результатов. Александр Ткачев впервые наблюдал прямую линию с Владимиром Путиным не по телевизору, а прямо в студии. Об этом губернатор написал в своем микроблоге. ...в отношения Украины и Европы, а также по внутренним проблемам в стране. Что касается включения из Сочи, то, как написал Александр Ткачев, вопросы жителей города понятны. Поводов для волнения в связи с присоединением Крыма, по мнению Ткачева, нет. Думаю, беспокоиться не стоит по нескольким причинам. Сочи – это особая история. Олимпийская гордость нашей страны. И совершенно очевидно, что курорт априори будет вне конкуренции. Давайте не забывать и то, что уже в этом году в Сочи пройдет гран-при Формулы-1. А через четыре года будем принимать чемпионат мира по футболу. И вообще, благодаря Олимпиаде, Сочи стал главным спортивным и туристическим центром России. Уникальным во всех отношениях. Могу только добавить, что Сочи сегодня в полной боевой готовности к новому курортному сезону. И начнется он 17 мая. Welcome to Sochi. За время прямой линии глава государства успел ответить на 85 вопросов, из которых 35 касались Крыма и Украины. Строительство моста через Керченский пролив, который соединит материковую часть России с Крымом, должно решиться быстро и качественно, заявил президент. Жаловались россияне на закрытие сельских больниц, недоступной скорой помощи для глухих, а также низкие заработные платы медиков. Был вопрос и о повышении пенсий. По мнению самих пенсионеров, оно недостаточное. Президент отметил, что пенсионные пособия в этом году в общей сложности выросли более чем на 8%. Конечно, это скромное повышение, но все-таки это лучше, чем понижение, сказал Путин. Растущие тарифы на услуги ЖКХ, цены на хлеб и даже видео от Эдварда Сноудена. А в завершении Путин ответил на вопрос, который вполне можно назвать философским. Что значит для него русский народ? Мы менее прагматичны, чем другие народы, менее расчетливы, но мы щедрее душой, ответил глава государства. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ. Спасибо.